Нередкое явление – наличие безработных граждан независимо от их статуса. Многодетные родители, как и любые граждане, не застрахованы от проблем безработицы, решающие или посредством самостоятельного поиска работы, или посредством постановки на учет в центрах занятости. Для граждан, состоящих на учете, предусмотрены меры социальной поддержки. Рассмотрим приобретение статуса безработного и полагающееся пособие по безработице. Отнесение гражданин к категории безработных. Закон РФ от 19 апреля 1991 года Н1032-1 дает определение безработных граждан, к которым относится трудоспособная часть населения, не имеющая работы и заработка, независимо от причин их лишения, зарегистрированная в органах службы занятости, для цели поиска подходящей работы и при ее нахождении готовые приступить к ней. Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, не выделяются лица со статусами многодетных семей и матерей, то есть все ставится на учет в едином порядке. Безработные граждане могут получить методическую помощь и поддержку в развитии предпринимательской инициативы. Для многодетных семей предусмотрены указом президента РФ от 5 мая 1992 года Н431 благоприятные условия для организации крестьянских фермерских хозяйств, малых предприятий и других коммерческих структур посредством выделения для Этих целей земельных участков В ежегодном послании главы Республики Башкортостан отражается то, что в снижении безработицы главную роль играет расширение самозанятости населения, его предпринимательской активности посредством поддержки частных инициатив Формирование новых источников доходов Глава Республики Башкортостан Р. З. Хамитов читает также статью «Сроки и размеры выплат пособия по безработице» Виды социальных выплат безработными гражданам В целях обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализуются посредством содействия поиску работы и в виде выплат Пособия по безработице стипендия на период обучения материальная помощь назначения досрочных пенсий других Мер для безработных граждан не предусмотрено Размеры пособия по безработице Минимальная и максимальная величина пособия по безработице ежегодно определяются правительством РФ На 2020 год постановлением правительства РФ от 24 ноября 2017 года Н1423 утверждены такие величины пособия по безработице Размер пособия не менялся с 2009 года Минимальная 850,0 рублей Максимальная 4900,0 рублей Эти величины Минимальная 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 на папа пособие по безработицы ежегодно ГОВОРА БАЛУРА 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 БАЛУРА. этот 20 сад и вот постановлением пронавление проявить 21 длины в ряду 2017 нового года увеличиваются с учетом районного коэффициента в республике Башкортостан, например, величина пособия по безработице в 2018 году составляет минимальная 977,50 рублей, максимальная 5635,00 рублей важно этот размер определен для всех граждан, независимо от наличия статуса порядок регистрации граждан в службе занятости населения регистрацию безработных граждан РФ осуществляют учреждения службы занятости независимо от их места пребывания на территории РФ постановка на учет осуществляется по месту жительства в соответствии с постановлением правительства РФ от 7 сентября 2012 года Н891 при предоставлении гражданами следующих документов для лиц, ранее имевших работу для лиц, впервые устраивающиеся на работу 1 Паспорт гражданина РФ-1. Паспорт гражданина РФ-2. Документы об образовании, о квалификации, о квалификации, об обучении, об ученых степенях и ученых званиях-2. Документы об образовании, о квалификации, о квалификации, об обучении, об ученых степенях и ученых званиях-3. Для граждан-инвалидов индивидуальная программа реабилитации-3. Для граждан-инвалидов индивидуальная программа реабилитации-4. Трудовая книжка или трудовые договоры и служебные контракты 5. Справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы 6. Документы, подтверждающие прекращение предпринимательской деятельности письмом Минтруда России от 15 августа 2016 года Н16-5 В421, дана рекомендованная форма справки о среднем заработке. Но такая справка может быть предоставлена работодателям в произвольной форме и при этом должна содержать сведения, необходимые для определения размера и сроков выплаты. Пособия по безработице и оснований для отказа в принятии справки в произвольной форме нет. При трудоустройстве многодетных родителей указом президента РФ от 5 мая 1992 года Н431 учитывается возможность работы на условиях гибких форм труда, а также обеспечивать организацию их обучение и переобучение с учетом потребностей экономики. Региона. Порядок признания гражданина безработным. Безработными в соответствии с СТ. Три закона РФ от 19 апреля 1991 года Н1032-1 признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости не позднее 11 дней со дня предъявления соответствующих документов. Постановка на учет осуществляется путем внесения службы занятости населения в регистр информации в соответствии с документами граждан, даты обращения, являющейся датой постановки на учет. Определение размеров пособия по безработице. Пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, уволенным по любым основаниям, и устанавливается на основании среднего заработка, за последние три месяца по последнему месту работы, в процентном отношении, при условии, если в течение 12 месяцев, до начала безработицы, лицо имело оплачиваемую работу не менее 26 недель, при полном рабочем дне или неделе. Пособие по безработице гражданам, признанным безработными, начисляется в соответствии с ССТ, 33 закона РФ от 19 апреля 1991 года, 1032-1. Периоды выплаты размер пособия по безработице первый год исчисляется от среднемесячного заработка. Этот Н-1000, то бея по безработице гражданам, признанным безот... Гражданам, признанным безработным... 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 Гражданным безработным... Гражданным безработным... Гражданным безработным... Гражданным безработным... Гражданным безработным... Законно. 7 месяцев Akita $zzzzss $zzzzv $zz աzięki $zz $zzzz $zzz čLe $zzz $zzz $zzzz, $zzzc Во всех случаях выплаты могут быть не выше и не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента пример 1. Назначение пособия по безработице. Гражданин Валеев ВВ обратился в службу занятости ГУФРБ 16 мая 2018 года и предоставил справку о доходах. Февраль 2018 год 22 057,0 рубля март 2018 год 25 164 рубля ровно апрель 2018 год 24 354 рубля ровно какое пособие будет начислено Валееву ВВ. Средняя заработная плата составила 22 057 00 плюс 25 164,0 плюс 24 354,0 3 равно 23 858,3375 процента. Средняя заработная плата составит, так как заработная плата составила... Ну так, тететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететет заработная плата сайвера 22000 7 0 0 5000 0 сотых 23858,33 звездочка 0,75 равно 17893,74 в Башкортостане максимальная сумма пособий 2385,228,33 звездочка 0,75 по безработице составляет пять тысяч шестьсот тридцать пять целых 0 сотых рублей в соответствии с законом рф от 19 апреля 1991 года и 1032 один пособие не может быть выше максимального таким образом в аллееву вв будет назначено пособие в размере пяти тысяч шестьсот тридцати пяти рублей ровно на первые три месяца безработицы прекращение выплаты пособия по безработице органами службы занятости производится назначение пособия по безработице а также может быть прекращена приостановлена или сокращен размер пособия при этом все вынесенные решения о размере пособия должно быть доведено до безработного выплата пособия по безработице прекращается и гражданин снимается с учета при признании гражданина занятым прохождение профессионального обучения по направлению службы занятости с выплатой стипендии длительной более одного месяца неявки безработного в службу занятости без уважительных причин переселения в другую местность попытки получения пособия обманным путем осуждения к исправительным работам или лишения свободы назначения пенсии отказа от посредничества службы занятости по письменному заявлению смерти безработного выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до трех месяцев в случаях отказа от двух вариантов подходящей работы отказа по истечении трехмесячного периода. Безработица от участия в оплачиваемых общественных работах явки безработного в состоянии опьянения увольнения с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины, нарушение безуважительных причин условий и сроков перерегистрации. Самовольного прекращения обучения размер пособия по безработице может быть сокращен на 25% на срок до одного месяца в случаях. Неявки безуважительных причин на переговоры с потенциальным работодателем в течение трех дней со дня направления отказа. Безуважительных причин явиться в органы службы занятости для получения направления на работу читайте также статью «Как оформить пособие по безработице в 2020 году». Пример 2. Сокращение пособия по безработице. Безработный Валиев В. не явился в течение трех дней на встречу с работодателем при отсутствии уважительной причины. Какие предусмотрены меры наказания? В этом случае на срок один месяц безработный будет лишен 25% пособия. Вместо 5635 рублей ровно в следующем месяце будет начислено 4226 рублей 25 копеек, ошибка при постановке на учет. В службу занятости обратился гражданин, у которого выходит срок действия трудового контракта через один месяц. Поставят ли такого гражданина на учет? На основании закона РФ от 19 апреля 1991 года на 1032-1 не поставят на учет, так как трудовой договор еще действует ответы на часто задаваемые вопросы. Вопрос номер один. Будет ли уважительной причиной для многодетного родителя в случае неявки на перерегистрацию болезнь ребенка? Уважительный в данном случае больничный лист. Вопрос номер два. В каком случае может быть назначена досрочная пенсия по старости? По предложению службы занятости при невозможности трудоустройства безработным, не только многодетным, с их согласием может назначаться пенсия не ранее, чем за два года до наступления соответствующего возраста. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!